Даже вот сказали сегодня, да, зашли, предупредили с утра, что вот, пока зарплаты не будет, мы на работу не выходим. Точнее, мы вышли, но мы не будем работать. Эти люди отвечают за воду и канализацию Черногорска. Слесари, сварщики и разнорабочие. Они же устраняют весь коммунальный аврал в республике. Специальная аварийно-восстановительная служба была создана в 2011 году при госпредприятии Хакрисводоканал. Теперь самостоятельная единица. И по утверждениям работников, дела у конторы идут неважно. Люди не видели зарплаты с прошлого года. Три месяца уже вот этого задержка. Я пришел, говорю, вот все мы пришли, что у меня ребенок кушать хочет. А мне сказали, ну и что, у меня, говорит, тоже, говорит, типа, нахуй кредиты, туда-сюда и вот это вот все. Брать в осаду свою контору сегодня отправилась только одна смена. Около 30 человек, но, как уверяют люди, все слесари сидят без зарплаты и не только в Черногорском отделении фирмы. Директор приехал только к обеду, зато с хорошими новостями. Сегодня всем работникам предприятия деньги перечислили. Вот и остается просрочка у нас только за январь месяц. Причину задержки зарплаты директор предприятия тоже назвал. Аварийной службе должны заказчики. Например, коммунальный гигант Хакрисводоканал 16 миллионов рублей. А вот у исполняющего обязанности руководителя госпредприятия Дмитрия Рота совсем другие цифры. Слесари на авариях заработали только 5 миллионов. И деньги частями по 100-200 тысяч рублей, начиная со второй декады февраля, каждый день поступают на счета аварийно-восстановительной службы. Здесь пошел небольшой срыв, но мы сами вышли на данную организацию, сами обозначили эту проблему, предложили график погашения задолженности. Нам его подтвердили, по нему и идем. Слесари уже надеются только на прокуратуру. По словам работников аварийной службы, к концу рабочего дня обещанная зарплата так и не появилась на их счетах. А вот тех сантехников, кто больше всего возмущался, руководство вместо рабочих мест отправило по домам, сразу после отъезда съемочной группы Нотабена. Александр Тимофеев, Светлана Панина, Новости, 7-й телеканал.